Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Катя. Сегодня будет не только интересная, но и полезная тема, посвященная закрепкам ювелирных изделиях. Дело в том, что золотые и серебряные изделия выглядят привлекательно, когда там есть драгоценные и полудрагоценные камни. И камни крепко держатся на изделии благодаря такой технологии, как закрепка. Закрепка это способ фиксации драгоценного или полудрагоценного камня в оправе ювелирного изделия или бижутерии. Практически все вставки их закрепляют вручную под микроскопом и при помощи специальных инструментов также есть интересный метод литье с металлом. Современный такой метод. Закрепщиком, кстати, может стать человек, закончивший специальное учебное заведение или пройдя стажировку на ювелирном заводе. Почему я заинтересовалась этой темой закрепок? Это очень интересно и увлекательно. Да потому, что мне в комментарии один раз ответили на вопрос. Спасибо вам огромное. Почему на бирке моего комплекта от Соколов написано черный родий? Да дело в том, что вот у меня есть комплект, вот такие вот пантеры, то есть у Соколова этот комплект сделан под пантер, под кортье. И здесь именно я не заметила, в бирке указан черный родий, но я этого черного родия не заметила. А мне сказали, что это черный родий используется в крапанах под зеленые глазки, зеленые фианиты, чтобы зеленые фианиты больше блестели, были более яркими. То есть именно крапаны под зеленые камни, именно покрыты этим черным родием. Ну и отсюда пошло-поехало. Давайте подробнее разберемся в закрепках. А это такая вот тема отдельная, которая заслуживает внимания. Если вы будете знать закрепки, вы теперь будете спокойно заходить в ювелирные салоны. Не все консультанты знают все виды закрепок, а это очень важно. И вот я отобрала свои ювелирные изделия и на примере их покажу, какие у меня закрепки. Все в подробностях расскажу, будет интересно, обещаю. Продолжайте смотреть, не уходите. Ну и теперь демонстрация всех видов закрепок. То есть в украшениях используются разные виды закрепок и самые распространенные будут показаны на примере моих украшений. Первая закрепка это глухая. Вот эта вот часть посвящена именно глухой закрепке. Глухая от слова наглухо. То есть в этой закрепке камень со всех сторон опоясан металлической оправой и не выходит за пределы металла. Вставка выглядит продолжением ювелирного изделия. И вот глухая у меня вот такая закрепка. У меня есть серьги. Извиняюсь за состояние моих рук, но самое главное это закрепки. И вот у меня есть серьги, а именно комплект от Соколов. Это серебро и здесь используется именно глухая закрепка. Вот так вот это выглядит. Мне нравится как это выглядит. И конечно же обратная сторона имеет значение. Кроме того яркий вид глухой закрепки это вот такое вот колечко. Здесь тоже очень четко видна глухая закрепка. Далее одно из любимых моих колец. Оно очень необычное и здесь как видите тоже очень четко видна глухая закрепка. Я специально подобрала изделия, на которых видна суть именно закрепки. Вот так вот выглядит. Очень даже мне нравится. И для меня преимущество этой закрепки то, что не цепляются камни за одежду и за волосы. Очень удобны в носке. Также от ювелирного русского бренда София у меня есть вот такое вот потрясающее серебряное изделие. Здесь вот так вот ставлен гранатик и именно вот эта вот крышечка она отвинчивается. Это очень красиво сделано. Я здесь не представляю другой вид закрепки. Только глухая сюда подходит. И вот такая вот обратная сторона. Ну и конечно же давайте раскрутим. Может быть вы не видели, как выглядит вот в раскрученном виде. Это выглядит вот так вот. И вот он гранатик. Сюда можно влить масло или еще что-нибудь положить священное. Я в этом не разбираюсь. Если вы разбираетесь, подскажите. Также есть подвид глухой закрепки. Цыганская закрепка. Это вариант глухой закрепки, в которой камень утоплен металли почти полностью. Фиксация осуществляется за счет того, что на край камня накатывается дополнительный слой металла. И вот у меня есть стальное изделие с покрытием с Алиэкспресс. Очень хороший браслет. И вот такой вот получается он в носке. Также у меня есть серьги, кольца. Очень интересный вид закрепки. Название привлекательное. И изделия получаются такие какие-то невероятные. Также на примере своего колье-невидимки, одного из любимых и первых, я покажу еще один вид, а именно подвид глухой закрепки. Это полуглухая оправа. Так и называется. То есть вариант оправы, где камни фиксируются лишь с двух противоположных сторон, кусочками обода. И вот здесь вот можно это увидеть. Вот кусочки обода и камень фиксируются. Также давайте посмотрим обратную сторону. И вот она обратная сторона. Это все так интересно. Я раньше так не копалась в своих украшениях. А теперь становится как-то увлекательнее и как-то проникаешься украшением больше. Даже если оно простое и не сильно дорогое. Теперь, наверное, очень многим известная крапановая закрепка. В этом виде закрепки камень удерживается благодаря специальным крючкам, которые называются крапанами. Они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и держат камень так, как будто он находится в корзинке. И вот у меня есть колечко. Здесь индийский желтый топаз, а именно лимонный. И вот он в крапанах. При крапановой закрепке акцент делается на камне. А само ювелирное изделие вторичное. Это идеальная закрепка для помолвочных колец с бриллиантами. Именно солнечные лучи со всех сторон попадают на камень, отражаются от него и привлекают к себе внимание. Мы сейчас и посмотрим. Интересные колечки. Именно такие вот они помолвочные. Сниму кольцо без камня. Тоже оно интересно сделано. Но акцент сейчас не на нем. То есть оно состоит из двух. И скреплено крестиками. А мы акцентируем внимание именно на крапановой закрепке. Это очень интересно. И история этой закрепки очень интересна. Вот это кольцо у меня из белого золота. И здесь бриллиант именно в такой вот оправе. Одно из любимых моих колец. Это уже серебро от бренда Аквамарин. И здесь именно фианит Сваровский. Здесь тоже, как видите, четыре крапана. Об ударении мы еще поговорим. И здесь вот и написано. Выдается вот такой сертификат Сваровский Циркони. То есть эти фианиты Сваровские, они именно ограняются как бриллианты. И блестят как бриллианты. Также у бренда Соколов можно встретить именно фианиты Сваровские. Только не знаю, выдают ли они вот такие вот сертификатики. Очень люблю это кольцо. И здесь эта закрепка очень подчеркивает красоту камня. Также эту закрепку можно продемонстрировать на примере вот такого вот кольца с Алиэкспресс. Ну, хоть оно и с Алиэкспресс. Оно очень бюджетное, но оно потрясающее. Вот так вот выглядит камень. И здесь четыре крапана. И вот так вот оно выглядит. Действительно очень красивый камень. По-моему, здесь класс камня 5А фианита. Чем больше букв А на Алиэкспресс, тем больше блестит камень. Очень красиво обыгран этот фианитик. Также у меня есть вот такие вот очаровательные серебряные сережки с Алиэкспресс с султанитами, которые меняют цвет с желтого на розовый, в зависимости от освещения. И здесь вот этот камень, именно султанит, он синтетический. Он в восьми именно крапанах. Видите? Тоже очень красиво. Именно крапаны подчеркивают красоту камня. Я желтые камни люблю. И вообще дизайн сережек очень необычная английская застежка. И вот так вот выглядят крапаны со всех сторон. Еще такое серебряное колечко у меня есть с черным фианитом. Но можно подумать, что это бело-золото и сапфир в окружении бриллиантов. Очень люблю это колечко. И здесь тоже, как видите, закрепка крапановая. Четыре крапана закрепляют камень. И он тоже очень красиво, то есть подчеркивается его темнота. А здесь вот всего лишь четыре крапана закрепляют вот этот вот коньячный янтарь. Это кольцо серебряное белорусского бренда Зорка. Очень стильное. И так вот вызывает, конечно, интерес, на мой взгляд. И именно крапаны подчеркивают этот камень. Подчеркивают вот этот вот черно-коньячный перелив. Или темно-коричневый перелив. А вот это вот кольцо не просто так. Так я нанизала именно на вот эту палочку из цитрина. Дело в том, что это у меня турецкое кольцо с фианитами, серебряное. Это не бриллианты. Но здесь применяется у центрального камня именно закрепка Тиффани Сеттинг. То есть это классическая такая закрепка в виде короны. Камень приподнят над кольцом, вот как видите. И фиксируется шестью лапками крапанами. Закрепка Тиффани была запатентована, кстати, в 1886 году. И Чарльзом Льюисом Тиффани по сей день является одной из самых популярных оправ для колец с бриллиантами. И я вообще не любила это кольцо, пока не узнала суть. То, что я являюсь обладательницей именно вот этой закрепки Тиффани Сеттинг. Очень интересно это все изучать. Очаровательное кольцо. Я раньше расстраивалась, что я не купила второе кольцо. То есть принято вот так вот эти кольца носить. Это смотрится более фешенебельно. И лет 15 назад это было каким-то даже трендом. И в Турции все покупали вот кольца именно в двойном экземпляре. То есть одно закрепительное оно сверху надевалось. И второе вот такое вот. Но эти лапки, они великолепны. Видите, как они красиво подчеркивают красоту камня. Даже фианит прекрасно выглядит в этой оправе. Вы видите, что крапановая именно закрепка, она очень распространенная. Есть еще закрепка скобки. То есть модифицированная закрепка Тиффани. Там меньшее количество крапанов. Их всего 4. И у меня такой нет. А может быть вот эта вот закрепка получается. Скобки. Вот здесь 4 получается крапана. Наверное, вот эта вот модифицированная закрепка Тиффани. Возьму свое ювелирное изделие, где применяется крапановая закрепка для камней. И хочу отметить, что в слове крапана и его производных ударение падает только на первый слог. Это касается как единственного, так и множественного числа. Нельзя говорить крапаны, нельзя говорить крапана. Грамотно употребляя только слово крапаны. Также есть еще закрепка ПАВЭ. Но это скорее подвид корневой закрепки, о которой пойдет речь далее. Но сейчас ПАВЭ. Название образовано от английского слова PAVE, но без наследования фонетической части. PAVE в английском языке означает усеивать. И вот у меня есть комплектик, на примере которого и рассмотрим этот вид закрепки. Сначала кольцо, потому что оно очень акцентное, привлекает внимание за счет именно этой закрепки. То есть закрепка ПАВЭ – это установка большого количества камней друг рядом с другом. Создается вот такое впечатление, что ювелирное украшение буквально усеяно драгоценными камнями. Вставки могут располагаться как на уровне границ украшения, так и выступать за его пределы. Вот так вот выглядит. Это кольцо очень удобное, очень выглядит достойно. Также в комплект входят вот такие вот серьги. И здесь тоже применяется вот эта вот закрепка ПАВЭ. Вот такой вот наборчик, который очень хорошо демонстрирует этот вид закрепки. Вообще ПАВЭ – один из самых сложных видов закрепки, который поручают только профессионалам с большим опытом. Это у меня бижутерия с Алиэкспресс, но очень качественная. И я до сих пор удивляюсь, как можно так красиво сделать ювелирные изделия, даже бюджетные. Вот мы и дошли до, на мой взгляд, тоже очень распространенного вида закрепки. Это корнировая закрепка. Ее используют, когда дизайнер решает, что камень должен быть установлен непосредственно в металле, а не оправе. При этой закрепке свет проникает в камни, заставляя их играть и искриться. Яркий представитель вот этой корнировой закрепки – это у меня кольцо от белорусского бренда «Зорка». Коллекция «Фэшн». И здесь вот очень ярко наблюдается именно корнировая закрепка. То есть, это такой способ крепления камней, когда они вставляются именно в посадочные отверстия и зажимаются корнерами, уголками металла. Для мастера способ довольно трудоемкий, то есть, работа идет с большим количеством вставок. И причем корнировая закрепка самая разнообразная по вариантам исполнения. То есть, если с обратной стороны посмотреть, то вот они видны, эти гнездышки. Вот они. Турецкое «Серебряное кольцо» и тоже здесь видна вот именно эта корнировая закрепка. И даже вот эти вот гнездышки четко видны. В кольце «Чалма» тоже используется корнировая закрепка. И вот эти наноизумруды, они мелкие, и я вижу, что это процесс трудоемкий. Давайте посмотрим с обратной стороны, как это выглядит. Вот они, гнездышки. Решила показать еще одно «Серебряное кольцо» с фианитами. И тут видно, что с одной стороны три камня, и с другой стороны три фианита. Выглядят очень красиво, естественно, за счет вот этой корнировой закрепки. И, конечно же, посмотрим гнездышки. Вот они видны. Не стоит забывать и о рельсовой закрепке. То есть рельсовая, еще другое название. Канальная закрепка. Необычный дизайнерский ход. Ювелир прорезает в изделии специальный канал и вставляет сразу несколько драгоценных камней. Вот такой вот у меня есть браслет. Именно с рельсовой закрепкой. Посмотрите, как красиво установлены здесь камни. Прямо какое-то произведение искусства. Очень красивое серебряное изделие. Обожаю, люблю. И вот она, обратная сторона. Также у меня есть вот такое вот колье серебряное с декоративным плетением. И здесь используется тоже вот эта вот рельсовая закрепка. Как же она здесь красиво и уместно внедрена. Посмотрите. Это просто прелесть. Всегда хочется так вот подробно рассматривать. А это корнировая закрепка. То есть два вида закрепки. Ну и, конечно же, клеевая закрепка. Для чего эта закрепка? Она необходима для жемчуга и других круглых камней. При этом в виде закрепки вставку наглухо приклеивают на штифт специальным веществом, которое держит камень очень прочно и долго. Эта закрепка требует внимательности и аккуратности от ювелира. Штифт должен быть плотно, обходить посадочное отверстие. Иначе камень может выпасть. Как это у меня получилось с одним кольцом жиновии. Но я его носила каждый день. Поэтому жемчуг выпал. Кстати, такая закрепка подарит изделию именно эффект воздушности. Кажется, что камень парит словно по волшебству. И вот у меня есть изделие, где используется эта клеевая закрепка. Обычные серьги жемчужные. И также у меня есть необычная подвеска. Ее стоит рассмотреть. Причем здесь, посмотрите, корнировая закрепка, глухая закрепка и клеевая закрепка. В одном изделии три вида закрепки. И видите, какая красивая обратная сторона. И здесь можно увидеть и гнезда под корнировую закрепку, и глухую закрепку. И вот здесь вот штифт, естественно, не виден. Но мне очень нравится, как здесь прикреплен этот жемчуг. Следует еще рассмотреть. Новшество. Это литье с камнями. То есть это вообще революция в мире инкрустирования. Технология, при которой металл в расплавленном состоянии соединяется с драгоценным камнем. В итоге вставка держится настолько прочно, сколько это в современном мире возможно. И причем изделие может быть отлить как один, так и несколько камней. Я не знаю, какое у меня изделие выполнено таким образом. Может быть, какое-то и выполнено. Напишите, есть ли у вас изделие, где используется именно вид закрепки литьев с камнями. Также следует упомянуть особые закрепки, то есть вне этих видов. Есть такая необычная закрепка на щелчок, пружинная. Вот у меня есть серьги-гвоздики из белого золота с бриллиантами. Здесь используется именно эта закрепка на щелчок. Как я понимаю, я сначала так не думала. Вот посмотрите, как выглядит. Меня всегда удивлял вид. Вид этой закрепки, то есть мне казалось, ну вот как так можно бриллиантик установить. В чем суть именно этой закрепки. Это способ крепления на две опорные точки, вставленные в пазы. Вставка открыта со всех сторон. Посмотрите, как здесь подчеркивается красота камня. Очень необычный вид закрепки имеет место быть. Вот иногда изучение закрепок помогает как-то разобраться в своих ювелирных изделиях. Также хочу остановиться на таком виде закрепки как невидимая. Это редкий, трудоемкий способ фиксации камней. Когда вставка располагается в сетке оправы по принципу витража. Грани незаметны при этом. И я нашла у себя изделие. Я точно не знаю, что здесь именно используется за закрепка. Но скорее всего, именно вот эта невидимая закрепка. Посмотрите, вот браслет кожаный с Алиэкспресс. Это бижутерия, но он очень качественный. И здесь я считаю, что невидимая закрепка. Также у меня есть вот такая вот подвеска от бренда Соколов. И здесь я точно не знаю. Тут невидимая закрепка, а может быть она корнировая. И здесь тоже, видите, за счет того, как закреплены камни, создается такой 3D эффект. Вот такая вот обратная сторона. Здесь есть гнездышки, что говорит о том, что может быть это и корнировая закрепка. Но вот так вот создается впечатление именно невидимой закрепки. То есть не видно. Также может быть невидимая вот эта вот закрепка. Это вот как витраж составляется. То есть есть такие изделия, ванклиф. И может быть вот здесь вот что-то тоже отдает. Если бы было несколько рядов этих камней, то это был бы вот этот вид невидимой закрепки. Ну и давайте же подведем итог, рассматривая все мои ювелирные изделия, которые я отобрала для исследования видов закрепок. То, что закрепка это способ фиксации драгоценного, полудрагоценного или искусственного камня в оправе. Как я вам и показала. При глухой закрепке, вот у меня они лежат эти изделия, камень устанавливают внутрь металлической оправы. Затем крапановая закрепка. То есть это крепление камня с небольшими крючками, расположенные на одинаковом друг от друга расстоянии. Закрепка ПВ это вставка большого количества камней друг рядом с другом. При корневой закрепке камни выглядят так, будто вживлены в само изделие. Рельсовая закрепка это установка нескольких камней в специальный вырез внутри самого изделия. При клеевой закрепке камень наглухо приклеивают в изделие специальной такой стойкой смесью. И революционным методом в области закрепки считается литье с камнями. В этом случае камень крепят к металлу в расплавленном состоянии. Нельзя говорить, что один вид закрепки долговечнее другого. У хорошего производителя отдел, например, технического контроля работает на высшем уровне. По моему мнению, вообще, если такую статистику подводи, то существует еще больше видов закрепок, подвидов. Насчитывают 50 способов закрепок. Теперь вы знаете, как вставки могут быть инкрустированы в изделии. Если в ювелирном салоне встретите неопытного менеджера по продажам, то можете сами определить вид закрепки и ее свойства. Надеюсь, мое ювелирное видео было полезное и вы стали экспертами в мире закрепок. Ведь это так увлекательно и полезно знать, как же закреплен камень в кольце и в каких случаях можно носить это кольцо. То есть или на выход, или на каждый день. От этого многое зависит. Спасибо за внимание. Желаю всем самое главное здоровья и ювелирного вдохновения. Пока-пока.